Но как банить чемпионов, игроков, которых ты мало что знаешь и возможно что-то знаешь из Соло Коа, в общем-то? У них все с пик и все с бан, поэтому они будут банить, скорее всего, что-то такое, чтобы осталось что-то такое, что очень сложно законтрить. Ну да, посмотри, они банят Элис и Ризу, она в принципе может быть топ-лейнером, но Хацуми редко играет на этом чемпионе и скорее это бан против Лиза Инга, ну он же ТНН Лизи. А Рениктон это ответ, как бы, команды ТНН на НБС и на его такую Sunfire топ-лейн мету. В любом случае Рениктон вчера был продемонстрирован командой. Великойт на Power of Dreams на нем отыграл, и собственно Шен и Зикс сразу уходят в бан. Зикс из-за возрастающей его популярности, что самое интересное, что банится он самим Элигейтом или Питером Покером, как бы, точнее командой его. А этот чемпион действительно великолепно, скажем, в его руках исполняется. Но тут же и так же Z уходит бан, хотя такой поразрительный бан, то есть в принципе Z это то, что СНГ сцена очень быстро пропустила. За одно время играли много, но потом после как-то нерфа он пропал абсолютно. То есть я даже не знаю, насколько этот бан оправдан, но команда УВ просто, видимо, не хочет видеть его в составе команды соперника. Остается последний бан, и это Кен. И опять НБС, что-то не нравится. Не нравится команде ТНН НБС, они решают, что нужно им выигрывать топ-лейн, нельзя давать НБС пики ему. Но хотя, смотри, открыт Лисин, открыт Джарван, открыт Физ. Касадин, да. Кстати, я понял, почему ты обратил внимание на Физах. Хацуми играл топ-лейн Физом, и это был бы неожиданно довольно-таки пик. Да, и Мазелин мог бы отыграть на Физе тоже на мид-лейне, и ему вполне присущи такие агрессивные чемпионы, то есть Физ, Грагас, да. Да, кстати говоря, мы про Грагас забыли, когда обсуждали. Да, и также можно начать уже сразу с выбора AD-керри или суппорта, который подойдет Deadly Brother, то есть начать строить мету от бот-лейна, чтобы бот-лейн был вот этой безопасности, да, вакуум, если скажем таком. Но посмотрим. Команда Ultrawires как-то долго уже ждет. Видишь, они не совсем подготовленные, они пытаются более безопасные пики взять. Это Ариана для Мазарина, конечно же, и сразу ответ от Филетовой команды. Интересно, будет ли это Доктор Мунда, но, честно говоря, опять неожиданности, да, вот все СНГ-команды, что вчера, что сегодня, стараются показать что-то неожиданное. О, Тима, Тима. Я слышу даже какие-то аплодисменты в этот счет, это, конечно... Но я думаю, что вряд ли это будет Джангл Сима. Да, я думаю, что вряд ли это будет Тима, да какой-либо Тима, честно говоря. Вряд ли повторится Team SoloMid, да, когда Рыжинальд на AD-керри пошел играть на Тима, но вот как раз-таки Zyra это вполне возможный вариант. Скажем так, украсть у Коралиуса одного из его основных чемпионов, при этом Месс тоже достаточно хорош. Ну как, это тоже один из его основных чемпионов. То есть стиль Месса и стиль Коралиуса очень схожи в их чемпион-пули. Кстати говоря, да, осталась открытая Сона. И Лизардский получает Джарвана, а Лунир в опасности. Ну он не такой уж опасности, открыт Лисин. Что у нас еще из джанглеров открыто из такого, что на ЛСС на чемпионате мира играли? Ну, честно говоря, от Лунира можно сказать что угодно. И Эвелин. Да, Вай, Эвелин, Лисин и, кстати, Атрокс. Но только мне немного сомневаюсь в том, что именно Лунир будет на Атроксе, возможно, это будет МБС. Хотя, кто знает, тут топ-лейн и джангл очень-очень схожи. Чемпион пули. Да. Ну, а вот Младерин пытается, видимо, для Коралиуса какой-то такой внести раздор в ряды команды ТМН. Потому что Коралиус достаточно известен за Сону и за Зайру в большинстве своем. Но тут совсем другое. Даже не собирается он брать Фидел Сикс. Он забирает Корки. Кстати, Корки уже ослабленного. Да, это патч 3.13. Патч, который на лайв-серверах уже дошел до турнирного сервера. Поэтому Корки, наверное, не самый оптимальный пик. Точнее, не такой имбалансы, каким он был на чемпионате мира. Ты видишь, что делает Питер Покер? Да, он берет просто Кейл. Он берет Грагаса, забирает. Да, он собирается брать Грагаса. При этом Кейтин уже взята для Диса. И мы ждем, будет ли это вот такой, знаешь, игра на противоположностях. У Коралиуса, посмотри, у Коралиуса забрали Зайру. У Алунира взяли Джарвана. Хотя вот сейчас этот пик все меняет. Почему? Потому что Лизард Кинг может сыграть на джангл Заки и отдать Хацуми Джарвана, который очень известен за Джарвана, на топ-лейне. То есть это его такой знаковый чемпион. Визитная карточка. Ну, можно так. И я хотел бы обратить внимание именно на Кейтлин, потому что Кейтлин очень хороша на линии против Корки. За счет своего рейнджа, за счет Паука. Тогда как Корки получает возможность вот это вот расстреливать ракетами только на шестом левеле. И все-таки, ну, две секунды между ракетами слишком. Посмотрите, кто возвращается у нас на такую, на профессиональную сцену. Шен пропал у НБС, Кеннон из-за банов или Никтон. Надо что-то менять. Надо срочно что-то менять. Хотя меня немного удивляет, что он не выбирает Джакса или любого, в принципе, совместимого с Trinity Force чемпиона. Мы знаем, насколько Trinity Force был усилен. Хоть и ослаблен впоследствии, но все равно усилен относительно третьего сезона, учитывая, что сейчас уже переход. И да, это Джакс, то есть на топ-лейне придется очень-очень туго. Все-таки, нет, команда TNN, знаешь, играет именно следующим образом. Они забирают все комфорт-пики у команды UV, хотя все равно все не заберешь. Разумеется, так. И посмотри на сетап команды Ultrawires. У них есть Ариана, и каждый из других чемпионов, ну, помимо Арианы, может доставить ее шар прямо в центр Teamfighter. Что самое интересное, даже АД Керри может рвануть вперед. Ну, вряд ли это будет, но смотри, то есть ульта Fiddle Seek идеальная просто комбинация, когда он будет врываться на Кроушторме, и шоквейв Арианы будет стягивать и не разбирать. Это Джакс, который может прыгнуть внутрь. Это Атрокс, который также прыгает, подбрасывает, станет, замедляет. Давай еще отметим то, что у команды Ultrawires очень интересный пик тем, что они отказались от своих стандартных пиков, кроме Мазарина, в общем-то. И взяли Trinity Force пики на Top Lane, это NBS, и Deadly Brother на Korki. То есть АД Керри с Trinity Force, Top Laner с Trinity Force. В то время как команда TNN, они больше к такому стандарту, классике. То есть если АД Керри, это скорее Infinity или Bloodthorst ранний, то есть местный Trinity Force. А Top Laner просто как бы выживающий, если так. Кстати, Хацуми будет играть на Заке, то есть все-таки... Top Lane Zaku. Да, Lizard King не изменяет себе, он играет на тех чемпионах, в которых очень приятно сидит Spirit of the Elder Lizards. Ну вряд ли он хорошо будет сидеть на Джорване в этой игре. И давай еще раз так же, как мы посмотрели и сделали кратенький обзор ультравайрес, посмотрим на сетап TNN. У них есть Disengage, причем двух видов. Это Disengage 6 ультравайрес. Я бы сказал, что Леох даже. Ну, давай, ладно, можно и Джорвана тоже в это включить, если он сделает катакли. Вообще-то я хотел включить Зака. А причем здесь Зак? Его ультимейт может раскидывать тех, кто пытается догнать команду. Ну, это не настолько круто по сравнению со словивка с Грагасом. Ну, хорошо, я согласен. Ну, на самом деле, да, действительно, очень много Disengage у команды TNN. Начинается у нас игра, и чемпионы сразу же направляются по своим местам. Какие-то у них, видимо, планы есть, я подозреваю, чтобы каким-то образом реализовать преимущества в ранней игре той или иной команды. Добро пожаловать в ущелье признателей. Например, тот же Джарван и та же Ариана взяты. И опять-таки, очень часто мы видим двух чемпионов. Он, например, такой флаг может посмотреть, что происходит инвейт. При этом тот же шарик от Мазерина... Успевают снести вард, по-разному. Да, успевают снести вард. И очень-очень хорошая командная работа. Посмотри, как теперь растянута команда TNN по сторонам. При этом команда Ультра Вайерсу всегда в кучке. Это для них очень хорошо работает. У них огромное количество контроля и бёрста по большой области. Секунде призыва Миньоны. То есть, так как на Тиолетовый вард, посмотрите, как оригинальный вард был сделан. И был забран последующий, как бы... Уже два варда Мес потерял. Причем, обратите внимание, у Меса нету пинг вардов. Поэтому он не может убрать этот вард. И поэтому именно это место будет полностью контролироваться сейчас, увы. Ну да, так печаль, печаль, беда команды TNN и ботлейна непосредственно в том, что варды сейчас потрачены. Вижена не приобретено. И при этом на ботлейне вижена тоже долго не будет. Миньоны были призваны. Кстати, игра идет в реальном времени. То, что мы видим сейчас и происходит, никаких задержек. Поэтому будет очень интересно некоторые моменты происходить на карте. Ну, я думаю, у Джарвана какие-то серьезные проблемы. Он пытается обойти то с другой стороны, то... Не знаю, с одной, то с другой. Как-то так обойти, чтобы его случайно не заметили. И видим, что здесь происходит у нас в джангле команды Ultrawires. Это выдает нам небольшой план этих ребят. Посмотрим, сыграет ли НВС на Джакса так успешно, как он играет на ренектонах, на шене. Сможет ли он реализовать этого чемпиона настолько хорошо, играя против дабллайна. Это, кстати, боблайн. И, кстати, Хатсуни тоже известен за его очень агрессивной идеей. Сможет ли он в своей агрессии, да, сдержать ее и не попасться. Потому что он уже начинает получать ранний харасс. Смотрим, как просто ставят друг другу мидлайнеры. Но, на самом деле, мне кажется, иллайн это будет либо топ, либо бот-лейн. Потому что, с одной стороны, очень такой... Прыткий НВС с огромным количеством урона против Зака, который пытается ворваться в какой-нибудь бой, фармить. И это может остаться... При этом у Зака есть... Нужно его ботинку, поэтому его задавить так просто не получится. Нужно подкроть джангера, а джангер... Ну, так, и не думаю, что имеет планы помогать запушенному лайну. Лайну, точнее, в которой пушеный лайн на команду. Да, и посмотри, что Фидер работает на мидлайне. Мазерин пытается добиться в автодаке, но... Посмотрите, что творится здесь. Здесь подходит визард кинг, и это будет, скорее всего, в добром раптинге. Он флешится. Он флешится, чтобы не делать комп. Потому что сейчас в Эксейшке есть комбо, и если Мазерин попытается перефлешиться через стену, он сможет его догнать. И подбросить. И Мазерин флешится не через стену, а флешится к своим союзникам. Но здесь не только Хатсуми, не гнать. И это вверхлад. Впервые в топ-лейне что сделает Хатсуми? Дедли Брадер чейсит Хатсуми. Но у него есть еще и пассивка своя. И гнать его не добивает. Великолепно сыгранная команда ТНН, но... На бот-лейне Алунир мстит. Ну... Тут, конечно, не только Алунир, еще и НБС постарался. И в итоге 2-1. И вроде бы все так хорошо начиналось для команды ТНН. И тут же ответ от Алунира и бот-лейн. Бот-лейн умирает. Да, Дис и Месса проявляется под фонтан. Знаешь, такой неадекватный размен. То есть мы убили одного, сделали футбол, а мы сразу же с даблкил на бот. Да, очень-очень жестко ответила команда Ультра Вайерс. Но мы смотрим, что на топ-лейне теперь Хатсуми, потеряв немного жизни, потратив Игнать и Флэш, чтобы убить. Скажем так, ждет печальная его участь. Он сидит под вышкой и пофармить клипов у него будет сложно выходить. Поэтому Лизард Кинг подошел, чтобы помочь. И посмотри, получает он немного фира, немного сайланса и уже падает на 5-10% жизни. Просто с одной автоатаки после этого. Ему придется уйти и заставить Лизарда остаться в лайне. С другой стороны, у Лизард Кинга закончился красный вауф, поэтому... Питер Покер опять в опасности. Как-то размены идут у Мазарина и Питера Покера. Мы видели, что оба начали расходиться с очень лоу хп. Но при этом Алунир быстро подбежал к Мазарину. Вот какой тимворк, да? Он сразу пропушил лейн, и теперь Питер Покер, возвращаясь, и он не успеет забрать эту пачечку крипов вкусненькую. А при этом Джарван не успеет забрать другую интересную вещь. Потому что тоже он отправляется у нас совершенно не в ту сторону. Но посмотри, что происходит на ботлейне. То есть как бы печально не было все, ребята проиграли ботлейн. Они отдали килл Джаксу и отдали киллу Луниру, и при этом все равно пропушивают вышку более эффективно, чем это делает Корки с Уилл Сиксом. Хотя представляешь, что было, если бы Корки получил себе в суппорт и накарали всю Зайру. То есть эта комбинация Корки и Зайра выигрывала много игр на чемпионате мира. Но Зайра была взята ферст пиком, скажем так, у ТНН, поэтому о Зайре здесь рассуждать не приходится. Расставлены варды. Мы смотрим, что Мазарин тут делает какой-то квадратик на мидлейне, потому что ждет, пока подойдут крипы, и он подозревает, что Питер Покер, как говорится, не будет церемониться. Вообще очень странно то, что Мазарин не имеет преимущества по левелу, а по левелу опережает Грагас. Ну, вообще-то, если ты помнишь, что Мазарин умер на топ-лейне, в то время как Питер Покер вернулся уже на лайн... Посмотри, посмотри, стычка, стычка, стычка. Вот здесь что-то интересное происходит. Влетают на Лизард Кинга. Нет, Лизард Кинг просто уходит. Хотелось бы, чтобы что-то такое интересное произошло, но... Но они пытались сражаться один на один, мидлайнеры среагировали, и там все стало понятно. Да, ну посмотри, мидлайнеры не имели ультимейтов, то есть вот какая ситуация у нас сложилась. В итоге на топ-лейне красная вышка еще стоит, а на бот-лейне ребята из ТНН забирают первую. Персблат на вышках, да, делают. И Джаксу некуда бежать. То есть в этот раз он уже не спрячется под вышкой, если будет происходить какой-то дайв, потому что как-то такового дайва не будет. Они просто погонят Джакса по линии. Ему придется рассчитывать на свой джангер, а значит джангер будет больше проводить время в ближней части карты. Кстати, шестой левел Хатсуми. Вот здесь может произойти что-то. Посмотрите, подходит Лизард Кинг, да. Влетают по Королюсу. Королюсу, скорее всего, будет Флэш, но... Он замедляет. И сможет ли выжить Дэнли Брадер, он из-за Валькирии уходит. Его отпустят, конечно. Отпускают Анна и Мидлейни тем временем. Два шестых уровня и два чемпиона, которые могли бы пороумить по карте, только вот как-то им больше нравится фарм. Ну, совершенно не удивительно. Причем они идут очень близко друг к другу. И я думаю, даже билды их сейчас будут совпадать. Ну, определенно будет очень схожая атомизация. Причем, я думаю, у Грагоса будет достаточно серьезная концентрация на защиту, потому что Арианна с таким бесконечной манной в скором времени будет. Скорее всего, заберут синий баф. На нее, да, она получает синий баф. И это будет постоянный харасс Питера Покера. Все-таки он мили-чемпион. Хотя его бочки в скором времени тоже будут носить достаточный урон, чтобы делать хороший дейвклир. Посмотри, кстати, на Хацуми. Он собирает просто сейчас КП пул, чтобы его не задавили, не убили, не сбросили. Честно, будет это вармок, да? То есть, как бы такой забытый, можно сказать, отцепак. Нет, нет, нет. Я более чем уверен, что это будет Sunfire плюс Маска, потому что он получил раннее преимущество в игре. Но 1-1 по вышкам. И если мы обратим внимание на золото, в принципе, разница-то несущественная. При этом счет тоже 2-2 по киллам. То есть, команды идут нога в ногу. Кто ожидал такого? Хотя команда Ultrawires известна за свою такую пассивность, скажем, в начале игры. Они пытаются поставить, скажем, себя на ноги, а потом начинать уже двигаться вперед. Я бы не сказал, что это пассивность, а скорее именно, знаешь, вот это вот медленное нарастание преимущества. Они получают 1 килл, 1 вышку, 2-ю, 3-ю. И постепенно, постепенно, как снежный ком, они захватывают преимущество всей игры в течение... Вот резко там, знаешь, как-то так врываются, да? И закончили игру. Нет, они... Что у нас говорят вот здесь, ребята? Что здесь будет происходить? Ой-ой-ой, и был виден. Был он виден. Посмотри, что делает Месс. Месс приходит прямо на Алумира. Будет ли сейчас... Килл? Да, скорее всего, Месс нет. И Месс не умирает. Приходит Резард Килл, у нее есть ультимейт. Отфлешился, отфлешился, но убили. Великолепный Брадер мертв. Посмотри, будут ли они убрать Алумира. Есть и 6-й левел. Есть и 6-й левел у Кейтлин, но она не заряжает ультимейт. И... 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 И дальше продолжения нет. Боялся... Размен 1 на 1. Да, побоялся он пойти. Великолепный размен. Посмотри, что происходит на мидлейне. Грагаса запушили. Да, но он сейчас все равно хорошо. И Коралиус почти левел 6. Кстати, да, Коралиус, действительно, если он левел 6, он... Вот, вот уже. Может сделать банальный дайв прямо под вышку. Он влетит с ультимейтом, сделает фир. И Мазарин уже с шоквейвом сделает, как говорится, свое грязное дело. Здесь же Дэдли Брадер остался один, но... Кейтлин вместе с Лизард Кингом как бы отпускают ее. Да, спускают еще с рук. А здесь, кстати, по трансляниям, смотри, Хацуми с НБСом. И Хацуми... Начинает дайвить Джакса. Я уже побоялся, что он пойдет совсем уж дайвить прямо под вышку. Но, понимаешь, у НБСа также и не было, в принципе, уже ничего, чтобы можно было противопоставить Хацуми. У него не было Counter-Strike, он уже его использовал. И он бы просто... Ему пришлось бы размениваться по ударами. НБС идет в агрессию, включает Counter-Strike. Хацуми пытается упрыгнуть, получает Ignite. У Хацуми есть пассивка, и НБС его чизит. Вот это флэш, но флэш на флэш. И Зака распадается на четыре части. НБС убить. Джакс один из самых быстрых атакеров в игре. Особенно со своей пассивкой. Нет. Собирается у нас Хацуми. У него должен быть прыжок. И... Подходит... Ну... И это, скорее всего, будет смерть МБС. Да! Красный баф работает по Джаксу. У Джакса нет флэша. Это килл. Но тем временем забирается у нас тоже очень интересный объектив. Ну, ребята, молодцы. Команда Ультра Вайс быстро реагирует. И тысячу золотых в их копилке. Причем, если бы не подошел сейчас Джарван, это был бы килл по Заку, скорее всего. Откатывался Counter-Strike, можно было бы застануть до прыжка и, соответственно, сделать... А это даже иногда бывает, что в процессе прыжка тоже можно успеть. То есть, если хорошая реакция у НБС, о чем я не сомневаюсь, не зря он играет в команде Ультра Вайс. Но здесь ребята проходят по вардам, все знают. Грубо говоря, посмотри на вардинг. То есть, в принципе, в нижних джунг нигде не спрятаться. Ни от одной, ни от другой команды. То есть, по речке вообще не пройти. Невидимым. Ну, сейчас ТНН собирается на мидлайне. Они снесли бот. Топ пока оставили в покое. И решают концентрироваться именно на миде. Здесь опять что-то интересное. Посмотри, кстати, Алунир. Алунир попадается под красный баф. У него есть единственное, что прыжок. Он, ну, он, нет, он, я думал, что будет драться. Будет ждать Шоквейва и влета Коралиуса из подвышки на ультимейте, чтобы убить Лизард Кинга, но... Коралиуса было видно. Коралиусу нужно занять такое положение, чтобы... Опа, Питер Бокер идет. Он думает сыграть Коралиуса. Великолепно выкидывает. Почти, почти. И борсят. Обалдеть. Великолепная комбо. Но здесь Алунир, посмотрите. Нет, нет, Алунир не попадается. Я думал, если он сейчас попадется, то... Великолепно, великолепно было бы выграно. Они использовали два ультимейта. Ультимейт Кейтлина из The Hall и, собственно, Эксплозив Каз Грагаса, чтобы устранить одну очень неприятную угрозу. И, фактически, они сейчас 4 на 4 будут сражаться. Да, но посмотри, тут прям проходит уже по Вижену. Реагирует сразу команда ТНН. А тот же Джакс, который сейчас, по сути, должен быть на топ-лейне, фармить, пушить, сноуболить свои какие-то небольшие преимущества, свои айтемы улучшать. Он подходил к мид-лейну, в то время как Хацуми собирал те необходимые для выживания ему артефакты. Сейчас посмотри, в его счет 3-0. То есть он ни разу не умер, хотя распадался в пассивку. И при этом именно тот Sunfire, о котором ты говорил, это будет его приоритет в закупе. Ну, пассивка была бы реализована просто замечательно. Да, но скажем так, благодаря Лизард Кингу была бы реализована замечательно. Здесь также Мазарин получает себе плюшку в виде практически бесконечной на некоторое время маны. Но, посмотри, Коралиус как-то бросил Корки. То есть Deadly Brother опять получил... Вроде Коралиус свой стиль, да, агрессивный, решил реализовать немного другим образом. Он не пытается с Корки кого-то убивать, он пытается приходить на другие лайны и помогать своей команде. В то время как Deadly Brother получил себе лейн, он быстрее получает уровень, да, то есть меньше шансов, что его быстро сберстят, у него больший хелф-пул. И при этом он фармит, он фармит, фармит, фармит безопасно. И больше ничего, в принципе, кроме этого не делает. Он не пропускает крипов, и сейчас он обгоняет уже Кейтлин почти на 30. Ну да, серьезная помощь. Получает преимущество по левелу, скорее всего, у него достаточно денег, чтобы купить сейчас Trinity Force, когда он выкнется. Ой-ой-ой, посмотри, что происходит. Ультимейты налево-направо. Валькирия была использована в агрессию, и в итоге смерти нет. То есть прогрометчиво. Вообще ничего не произошло. О, Неса отлично поймал рутом. Вот только Лунир подходит, будут попытаться они сейчас забрать вышку. Но смогут ли они? Потому что сейчас крипы кончаются. Да, да, да. Лонг-рэндж от Кейтлин позволяет ей фармить. Нет, шансов нет. Здесь пока что... Конечно, они похаратили вышку, это приятно, но... Посмотри, они не сдаются, но тебя и не знают, что стоят на варде. Потому что крипы зашли в куст, и как бы... Тут понятно, что команда ТНН знает, кто здесь рядом. Вообще у Лунира есть пассивка, и они могут задавить ТНН, но они не знают, где находится вражеский джангл. Да, они не знали некоторое время назад еще, где находился в различных мидер тоже, но он прошел по варду на мидлейне. И как бы Питер Покер возвращается в лейне. Он все еще имеет преимущество над Арианой. То есть Ариана пытается гнать Грагаса по фарму. Это вообще какое-то что-то с чем-то. Питер Покер показывает великолепную игру, а здесь, скажем так... Здесь главная игра джанглеров происходит. Кто узнает, где соперник. И мы видим, что некоторая информация известна команде УВ. Они продолжают пушить. Они концентрируются на бутлейне. Джакс пытается запушить топ. И посмотри, здесь ловят. Грагаса, великолепно. Это будет килл, если... А оставляют даже, посмотри, специально оставляют под ультимейт Диса. Знаешь, СНГ-команды, по-моему, работают по одной схеме, но это неудивительно. Учитывая то, что вчера два игрока играли также у нас на техлапс. А те фидит Кейтлин. Вчера Никсара нафидили на 19 килов. Да, 19-1. Так же оставляя специально киллы. То есть, ну вот здесь фидлсик никак не уходит. Да, если ты помнишь покатушки Рамуса, которые были. То есть, Рамус приехал за Таунфилл и убежал, чтобы не убить рефлектом. То есть, как бы, ну, это было весело, это было интересно. И причем, Рамус вышел победителем. Пока обратим внимание, что у нас творится на топ-лейне. Уже довольный своим закупом, в принципе, Хацуми. Базовый артефакт у него есть, который позволяет ему очень быстро запушивать. И, скажем, не терять времени на топ-лейне. Дает возможность роумить, как бы, при желании, скажем так. И такое желание, я думаю, у него есть, поскольку он отправляется к своей команде. И ты очень хорошо отметил, что Санфайр позволяет ему как можно быстрее запушивать. Потому что вот просто хотел бы обратить на это внимание. Мидлайн в опасности? Нет, Мидлайн никому сейчас не нужен. Джакс потратил примерно 30 секунд, чтобы допушить до второй вышки. И Хацуми на это потратил секунд 15. Ну да, то есть на это и работает сейчас, собственно, команда ТНН. И посмотри. Ой-ой-ой. Цепили Кораллиуса. Опять убирает. Убирает, чтобы троих. Но этого не хватает. Алунир пытается драться. Фейербокер расслышивается в подкидывании. И ультимейт отправляет Алунира в пассивки. Скорее, Алунир здесь не выживет. Так что прилетает ультимейт по НБС. НБС выживает из-за отличного аррора. Но Хацуми забирает Алунира. Убивает просто не прощает. А здесь продолжает с собой какой-то Дэдли Бразер. Он нафармлен, он нафижен. У него есть тринити форс и сорки, но урон нет. Кто позволит ему делать это дальше? Посмотри, четыре на троих и Дэдли Бразер. Хараси, Дэдли Бразер вперед нет. У Шаквеева у Мазарина. И все равно Адекер идет вперед. Дэдли Бразера подменили в тимфайтах. Раньше в тимфайтах он прятался и пытался где-то из-за спины настреливать. Теперь он идет вперед, даже зная, что ни одного ультимейта нет. Ну а чего ему бояться? Комбо Джарвана и... Зак-то ушел. Комбо Джарвана и пилотовер фейсмейкер. Я думаю, что это был бы серьезным ударом по корке. Тринити форс дает ему хп. Да, и преимущество на уровень тоже. Сейчас он идет в уровень со своим топ-лейнером. Это что-то невероятное. Обычно топ-лейнеры на полтора-два уровня обгоняют своих Адекерий и суппортов. Но за это можно сказать спасибо Кораллиусу. С другой стороны, Кораллиусу что-то очень уж часто попадается. Он потерял свой флеш в один момент. И после этого его просто решили убивать, находить, искать именно его, чтобы он не вносил фир в трехсекундный, двухсекундный фир. И Алумир без спасибо попадается под комбо Лизард Кинга. Но здесь два, скажем так, толстеньких танка с небольшим уроном. Скорее всего, не заберут они состоящегося от Рокса. Тем более, рядом была Ариана, которая могла защитовать. Кораллиус собирает трап, у него есть Оракул. Оракул ему, ну, просто сейчас жизненно необходим. Точнее, жизненно необходим он команде, скажем так. Чтобы его не зацепляли в каждом чимфайте, перед каждым чимфайтом. Да, и ставится у нас небольшая пауза. Пока мы можем наблюдать за то, что счет 3-8. Что пока что выглядит очень отлично для команды TNN. Но мы знаем, что команда Ultrawires, они долго-долго могут ждать очень. И под конец, за счет командной игры, за счет знания того, что нужно делать, которое, учитываясь опытом, превосходит очень часто опыт остальных команд. Они выигрывают. Так что пока сбрасывается из часов ни задней одну, ни другую команду. Самое главное, что, хотя кажется, что сейчас преимущество очень явное на стороне TNN, это далеко не так. Был взят всего один дракон. Вышек было пропушено по одной из каждой стороны. И да, есть преимущество по киллам, но по сути, если мы почитаем все количество голды полученной команды, то получается не так уж и много. Но не забывай о том, что Deadly Brother очень часто оставляли фармить одного, и я практически уверен, что у него был 100% клир каждого вейва. То есть все крипы умирали от его ласт хита. И поэтому он зарабатывал огромное количество. Но здесь у нас пауза прекращается, и мы возвращаемся в игру. Отлично, что, как говорится, технические проблемы не заставили себя долго ждать. Точнее решение не заставили долго ждать. Технические проблемы, да. Да. Смотрим мы, что команды собираются. Команды знаешь, где, кто находится. То есть тут уже нельзя ничего скрывать. Хатсуми врывается. Хатсуми врывается по Алуниру. Алуниру не сбывает. Отпрыгнует сразу же комбо. Прерывает прыжок Алуниру. Алуниру умирает. У него не было пассивки. Хатсуми уходит на ультимейте. Отзонивают титра покера. Здесь Лизард Кинг. Великолепный катаклизм. Ну, хотя НБС его забирает. Но, скорее всего, он не выживет. НБС здесь пока что зачистил команду. Корки, Корки сзади ворвался. Корки почистил двух чемпионов. И здесь Хатсуми может распасться в пассивку раньше. Слыша нет. Все-таки, все-таки достает его шарик. И Мазерин, кстати, здесь в опасности. Он знает, что распался в пассивку у нас Зак. Успеет. Помогает им синий баф в этом, кстати. Синий баф решил помочь команде Ультравайрс. Они, мне кажется, подкупили его. Он устал умирать от красной команды. И решил отомстить Заку. Ну и здесь в итоге рассмер. Удивайт начинался просто замечательно. В пользу ТНН. Великолепно. Абзака был очень неожиданным. Они сразу сбрустили джангера. И если бы им просто удалось отзонить УВ, они могли бы спокойно взять дракона. Если бы понизь концентрировали внимание на то, чтобы отконтролить Дэдли Брадера. Но он подошел сзади, хитрый Дэдли Брадер. Он, видимо, перенял тактику Твича. Игры на Твиче. Он очень часто полюбил этого чемпиона некоторое время назад. И он именно заходил вот в такие хитрые. То есть сбоку, сзади иногда пытался обойти. Даже если это стоило команде одного чемпиона. Но здесь это стоило команде преимущество в тимфайте. И при этом еще и забранного барона. Ну, дракон, да. О, дракона. Дракон оказался на стороне сейчас. Ультавэ. Ультавэрис. Вот он ответ от команды ТНН. Ребята решают с помощью крипака и дополнительных цветов Зайра хоть чуть-чуть похарасить мидлайн вышку. То есть, я думаю, они надеялись хотя бы ее забрать. Но, к сожалению, такого ответа им не достигли. Только лишь половина вышки. Даже чуть меньше, чем половина. Несмотря на преимущество Меса, по сути, по голде, он точно такой же закуп, как и у Кораллиуса. Выражается это просто в том, что красная команда ставит... Вот это ультимейт. О, и отлично, Шахвейв. Сейчас может умереть Дис. Дис, скорее всего, умирает. Но нет, никакого ответа не поставили. Но здесь ловят еще и Меса. Мес, зачем ты остался на ворде? Боже мой. Просто ваншот, наверное. Творит что-то невероятное Мес. Я не ожидал от него просто, что он станет в кустах и будет ждать, что как же решится вопрос на мидлейне. Вообще-то он уже решился. Кейтин умерла и сразу прыжок на суппорта. И вот они развороты. Но здесь летает Хацуми. Летает по Мазарину. У Мазарина нет ультимейта. Нет ничего, чтобы остановить этот взбрыв Хацуми. Есть Кораллиус. Конец серии убийств. Лизард Кинг прилетает и зажалили Алунира. Алунира нету прыжка. Но есть пассивка и даже если будет дайв, он уйдет в пассивку в то время, как кому-то придется танковать. Кинг еще недостаточно затанкован. У него есть какое-то количество жизни, есть мобильность, но танкам высших он пока не может выступать. Хацуми просто на самом деле делает игру. Он действительно делает хорошую инициацию файтов в тот момент, когда походи реально не ожидаешь. Вражеская команда не ожидает. Нам-то все видно. Ну да, нам-то видно, но вот команда Ультравайрс. Действительно, посмотри какой интересный ход был. Были забанины чемпионы НБС, чтобы НБС не чувствовал себя комфортно и пытался приспособить, например, Джакса под стиль игры своей команды. А Хацуми ему дали полную свободу за счет того, что он взглядал себе комфорт чемпиона. И ему Лейн тоже был приятен. И в итоге он сейчас старается делать игру. То есть команда ТНН поставили правильную точку в этой игре. Но, к сожалению, точнее, пока что это запятая, потому что точку поставит та команда, которая выиграет это противостояние. Вот сейчас посмотрим на топ-лейн, но влетает Хацуми. И никакой интересных вещей, которые могли бы произойти, здесь не происходят. Знаешь, что мне понравилось у команды Ультравайрсу? Понравилось именно у людей сейчас Мазарина. Он не боится использовать шоквайф. То есть он, как раньше, не ждет до самого последнего момента, когда очень идеальный момент. Он использует его даже на мид-лейне, когда чуть-чуть оверэкстенднулась скейт, она получила шоквейф моментально в лицо. То есть очень-очень хорошие такие, скажем, решения от Мазарина. Он начал играть чуть более агрессивно на Ариане на своей. Ну, сколько он на ней играет? Полгода как минимум, а, скорее всего, много-много лет. Подольше, я думаю. Ты как-то уж принижаешь его достойно, что он очень долго уже играет на Ариане. Это один из его любимых чемпионов. И, в принципе, один из его лучших чемпионов. Поэтому мы видим то, что видим. Хотя Питер Фоккер абсолютно не уступает ему на мид-лейне. У Королиуса все еще есть оракул, стоит отметить. И вард снимается за вардом. То есть все деньги Мессы идут в никуда. Действительно. И преимущество, которое они получили, постоянно забирая Королиуса, оно сейчас нивелировано. Поскольку все эти деньги вкладывались в вардинг. Он помогал. Королиус разорился на оракул. И не только окупил, я думал, оракул, но еще получился. Какая-то стычка, которая планируется на мид-лейне. Смотри. Все собираются. За исключением двух персонажей. Но давай глянем, что у нас непосредственно творится здесь. О, здесь. О, боже мой. Посмотри, как просто рейд-мозды для Брадер. У него 15-й уровень. Он 15-й уровень. Он опережает своего топ-лейнера. Опережает Хацуми, который, в принципе, лидировал по уровню на протяжении долгого времени на карте. Его просто оставили одного. То есть вот, посмотри, какое изменение с отцами геймингир, непосредственно добавление Коралиуса, позволило им делать нагрузку на остальные лайны за счет Роума, Суппорта, Фидел Стикса. И при этом, оставляя Дэдли Брадера, они просто подарили ему доминацию над Адекери соперником. Но фактически Дэдли Брадер делает то, что делают многие Адекери на чемпионате мира. Очень похож на стиль дабллифта игры, да? То есть дабллифт очень часто любят. И дабллифт и так далее. То есть сплитпушить на АДК. Да, сплитпуш на АДК. Очень популярная стратегия, как говорится, за границей. Это как бы даже не популярная стратегия, это стиль игрока. Но посмотри, что происходит на миде. Тут, условно, знаешь, пытаются давить. Кстати, Алунир сейчас обладает достаточным хруппулом, чтобы просто пойти давить и пожертвовать своей пассивкой. А пассивка не так быстро, но Питер Покер подошел и не решается просто с ваншота упасть в пассивку уже Алунир. То есть не было бы Питера Покера, возможно, это был бы килл Алунира. Или как минимум килл для Алунира. Хацуми тут у нас бегает, но все видно. Видно, где он находится. Никаких этих хитрых влетов, которые он исполнял некоторое время назад, не получится. По сути, и у УВ, и у УТНН есть две одинаковые тактики, что ли. Поскольку им нужны вот эти скрытные влеты. Только у Фиддл Стикса не получается это сделать. Обычно облетают на Фиддл Стикса. Такой парадокс. И он, в принципе, ты вообще видел, чтобы Коралиус два раза за этот бой, два за 25 минут использовал свой ультимейт. Вообще. Если не один. Если не один. Но здесь что-то, что-то планируете. Посмотри. Я так понимаю, что у нас Месс все-таки решил последовать примеру Коралиуса. Забирает он себе Оракул Заков. И, наконец, начнет чистить форды для своей команды. Это будет невероятно приятно в команде ТНН, потому что... Хацуми влетел. Ой, влетает Коралиус. Великолепно. Дис все еще в фире. По нему наносит огромный урон. Но здесь стревает место. Потому что Дис уходит с тимфайта. Заряжают по Алуниру ультимейт. Но что сделает Эйси Индехол то по джанглеру? Здесь, конечно... Кейтен убили. Фактически убили. Да, убивают Кейтен. Остается один Питер Покер. Врезается он пузом в НБС. Здесь подходит Мазарин. И сможет ли Мазарин помочь НБСу? Это трипл килл. И посмотри, что у нас тут творится. Лишь Хацуми уходит. Убегает там, я не знаю. Упрыгивает. Да, да, да. Он все, что возможно сделать с передвижением, он старается в сторону своего фонтана сделать. Ну и это... Команда инициировали одновременно. Да, инициировали одновременно. Но посмотри, насколько более эффективная инициация была от Коралиуса. Потому что он сразу с НБС заденайл от Керри. И Кейтен не смогла нанести того урона, который хотелось бы. А посмотри, что происходит у нас тут. Даже уже можно не скрывать, что творится. Потому что команда ТНН ничего с ним не сможет поделать. И это Барон в пользу команды Ультра Вайерс. Великолепно, безопасно отыгранный тимфайт. Очень продуманный. Вот этот влет от Коралиуса. Мы только что его, скажем, обсуждали. Прямо у него уши горели. И он такой, а, уши горят, надо влетать. И все, тимфайт сделан. Ну, собственно, сейчас УВ может просто отправиться на Злайку, собраться вместе и с Барон бафом начать пушить. С гораздо большим успехом, чем это было. Главное, чтобы они не начали свою коронную игру. Они забрали преимущества, но пока еще не уверены в себе и продолжают его наращивать. И когда у них уже будет 20 тысяч преимуществ, ну ладно, теперь мы можем дайвить под все три вышки. Я надеюсь, что команда УВ уже соберется и покажет, что игру можно закончить очень быстро. Один Барон дает невероятно огромное преимущество. С таким преимуществом бросаться нельзя. Кейтлин пытается сплитпушить соло. Ну, просто на нее никто не выходит. Ей дают пропушить, потому что у УВ есть более важные дела в данный момент. Более важные дела добавляют им еще немного золота в копилочку команды. На самом деле они сейчас могут пройтись по мид-лайну и забрать скорее всего две вышки, если ТНН сразу не отреагирует. Потому что первая вышка, у нее фактически нету ХП. И Джак, сын, для того чтобы пропушить мид, не нужен. Он может отвлекать себя на себя Зака, чтобы не было инициации вот того же Лизард Кинга. Здесь, конечно, будет прыжок на вард, но прилетает Лизард Кинг сразу на другую сторону, но НБС как бы не смущается сильно. Он начинает набивать фонарем по лицу Лидия, а тем временем Мазарин забирает вышку на мид-лайне. Посмотри, какой урон он наносит. Он сейчас может с Фоквейва убить Медра Бокера. И это даблкил в соло. Корки тем временем забирает вышку на мид-лайне, но тут прилетает еще и... Это триплкил. Боже мой, триплкил на... Ты видел эту ульту? Их просто разворотило в разные стороны. Да-да-да, их раскинуло. Причем одного в процессе убило их. Они, видимо, еще ударились головами друг от друга. Здесь ловят на перехват Хацуми и Лизард Кинга, заставляют их отойти под вышку. Тем временем Дэдли Брадор с Тринити Форсом моментально пытается забрать. Вот два Тринити Форса. Посмотри, что будет твориться с вышкой. Никто не будет реагировать на Хацуми и Лизард Кинга. Да, но что он сделает? Лунир вместе с Дэдли Брадором просто забирает вышку. Без вариантов. Вот та игра, которую мы хотели бы увидеть. Быстрая, агрессивная. При получении от барона сразу же открывает ингибитор. Возможно, два, если команда Ультра Вайерс достаточно уверены в себе. Ну, мы видим, куда они сейчас направляются. Подойдут крипы по мид-лейну. Это будет танк у НБС под Counter-Strike и, соответственно, в солярии от Алунира и с щитом. Да, команда Протек от Мазарина. Все шикарно сделано. Огромное преимущество. Это, грубо говоря, забранные три чемпиона, две вышки и лейн с суперкрипами. Интересный и неоднозначный, на мой взгляд, выбор от Мазарина как раз таки, куда он пошел. Ой, посмотри, как сейчас могут устрять. Ребят, я очевидно, что Бэмби умирает, Визия умирает. Тут хороший Трэнгл Торн, но он уже никого не спасает. Хацуми, скорее всего, не убежит, потому что замедление от МВС будет распадаться. Распадается на пассивку. Это Кинес, Кинес у него кончился, можно даже не смотреть. Но здесь, я думал, Харалюс будет чейсить Дисан, но Дис убегает в запасное расстояние. Это, скорее всего, будет конец игры, действительно. Ну, кто знает, здесь еще суппорт ЦД Керри остались. Хотя, что они смогут сделать, когда такие просто... Просто сравни закуп АТК. Да тут закуп уже поздно сравнивать. Посмотри на закуп Мазерина, он имеет уже огромное количество урона. Ну, в принципе, его шоквейвы это и доказывают. Здесь не остановить команду Ультра Вайерс. Они пришли побеждать. Мне кажется, прогноз 2-0. Ой-ой-ой, боже мой, еще дополнительный, когда решается работать НБС вместе с Мазерином. Но, в итоге, НБС добивает именно этот килл. И это первая победа в пользу команды Ультра Вайерс. Нексус падает. К сожалению, ТНН проиграли первую игру. 1-0, но серия Best of 3, и мы ожидаем последующих. В следующих играх. Великолепная, зрелищная игра. Очень удивили команда Ультра Вайерс. То есть их стандартные, скажем так. Вообще игра шла действительно как-то, знаешь, вот так вот. Они подняли свои стандарты, я бы так тебе сказал. Королевус покинул своего АТК, и в результате создал ложное впечатление, что, ну, АТК по армии, да, что-то там делает. А тем временем АТК нафармил настолько, что он опережал всех в игре по уровню, по голде. Соло сплитпушил, забирал вышки, пока его команда там дайвила, кого-то убивала. И эти ультимейты от Арианы. Это было божественно. Ну да. Сейчас мы посмотрим несколько повторов из этой игры. Ультра Вайерс 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай, выходи один Но сильных, ребят, но будет тяжело И выходи вот в голову Нет, нет, ты, ты, да, да Вам придется не сладко Вот эту штуку кто-то должен утащить домой Поэтому идет два Аполлона Мы разыгрываем приз, корпус от компании Airacool Классный шарфик В общем, что вам нужно сделать? Вот эти вот штуки нужно одновременно поднять на вытянутых руках Держать напротив себя Кто быстрее сдастся, тот идет домой с пустыми руками Именно так Именно так и будет Держать на вытянутых руках вот так вот Покажу Вытянутые руки, ты знаешь, что? Нет Да Вот так Можете взяться, как удобно Можете мизинцами Посмотрите, попробуйте, да Как у вас тут будет удобнее Можешь немножко эту штуку подстроить под себя Да, подправить Выбей там что-то Ну попробуй, как она там будет Сделай так, чтобы было тебе удобнее А то, будешь говорить, я проиграл Ты тоже, да? Посмотрел? Ну, в общем, все очень легко Даже девчонки как смогут сделать, правда? Я вон стояла, держала одной рукой Я двумя так подержал, потом Не, не надо мне такое делать Все, да, настроился, сделал Ну что, готовы, ребята? Готовы? Давайте, ребята, поддержим Вы можете кричать и поддерживать На счет три Знаете, что самое будет смешное? Когда вот это вот Давайте на счет три Хватайся Раз Два Три О, уже, смотри, уже такое есть А если щекотать? А если щекотать? А если щекотки? Правило в спорте такое Надо дышать глубоко Будет легче Серьезно? А покажи как? Вот так вот Ох, как глубоко Очень-очень-очень Держим Давайте спросим, как у них дела Так немножко поиздеваемся Прикольно Держишься еще? А тебе нужна такая штука домой? Ну, можно, в принципе То есть загнать, продать, если что, подарить? Только если старенький А, вот так За кого сегодня болеешь? За Нави Неплохо Какая дисциплина? Дота 2 Супер А почему без вот футболки? Они от души болеют Это здорово, неплохо У тебя тоже широкая душа, да? Такая неплохая Ой, смотри, кто-то сдается Режать, держаться А уже тогда, скажи, уже так нормально Давай, давайте, ребята Что-то я не знаю, за кого вы болеете Ну, еще чуть-чуть А я смотрю в глаза Давай, мужик А в глазах-то уже слезы смотрю Давай, давай, давай На вытянутых, чтобы вы серьезны Держись, держись Держись, держись Я тебя прошу Давай, давай, давай Ну, еще чуть-чуть Давай, давай Кто поддержит, майки буду кидать Я забыл, ребята, точно Давай, давай Как в бейсболе так Держись, говорю Давай Выдыхай Напрягай бицепсы Как потом и бабу держишь в руках Ну, еще чуть-чуть Давай, держитесь Только не уроните, пожалуйста Это уже не вытянутые Ну, вытягивай последний раз И у кого согнулся, но ты проиграл Три, два, один Держись, братан Все может Не урони Давай Ну, ну, ну Ай Ну, тут уже Или еще Слушай, они такие сильные Он уже не может Он стоит держится На последнем из дыхания Посмотри на этот трэш Это просто битуха У мужиков должна быть А вот это парни Брейк, ребята Все, хватит Вы заслужили эти два Отличных девайса Мне кажется, это AeroCool Пожмите друг другие руки Поаплодируйте Этим мужикам просто Красава Красава Вот это я понимаю Настоящую штуку Вернули, да Неплохо Забирайте, наверное, свои девайсы Вот человек Унесете сейчас? Да Человек просит, чтобы вот так вот Подняли немного И на него посмотрели А вы все громко-громко Их еще раз поздравили С этим отличным приобретением Отправляем Браво, браво Просто великолепно Давай, выбегай Молодцы Ну и тем, кто болел Тем, кто болел Куда кидаем? Влево, вправо? А? Что? Раз, два, три И еще одну Раз, два Ну ты властелин просто над людьми Ребят, не расходитесь Будет еще много маян И это... Я вас просто заманиваю Это даже не последний корпус Мы еще пригласим девочек Да Не хватает, девчон Чтобы они поддержали это все дело Я промолчу Ну что ж, продолжение дисциплины Лиги Легенд, друзья Совсем скоро Далеко не уходите Присаживайтесь, занимайтесь свои места И когда мы выходим Вот с такими вот довольными лицами Быстро выбегаем Знаете, что будут конкурсы, конкурсы, конкурсы И подходите к нам Как видите, конкурсы все лучше и лучше Поэтому далеко не уходите И где-нибудь здесь вот рядышком На стендах обитайте Потом тебя продадим На всех хороших Да, именно так Продолжение следует... 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 Но, скорее всего, ультравайрис должен решить, либо они банят Ариану, либо они отдают Хацуми. Ну, соответственно, покеры, но Хацуми заберет просто. Да, но посмотри, бан Фиддл Стикса, как бы он себя, Фиддл Стикс себя оправдал только оригинальными действиями. Как таковой чемпион выиграл только один тимфайт, ну, как бы очень хорошо выиграл. Мы что-то как-то неправильно тут расследили. И мы видим, что, соответственно, Шен Зет, Элис, это баны красной команды. Ну, а теперь покер на Зиксе. Он получает одного из своих излюбленных чемпионов, кстати, оставляя открытыми для Мазарина что Физа, что Грагаса, что Ариану. То есть он как безопасно, так и агрессивно сыграть. Может в деф-агрессию, скажем, что производит Грагас, или в чистое нападение на Физе. То есть очень много. И отставляют Элунира Джарвана. Это вторая ошибка. Соответственно, Сона достанется Королиусу. Мы видели его на Фидел Сиксе, на Соне. Ему не придется ультовать через стену. Но, во всяком случае, так часто. И я думаю, выживаемость у него будет здесь лучше. Кстати, Королиусу получает Сону, да? То есть вот действительно ты отметил. Сона и Зайра, два его основных чемпиона. Фидел Сикс в бане, то есть как бы решили пойти с более безопасной стороны. То есть Зайра-то не в бане. То есть они решили пойти не в агрессию, они не запланировали, например, комбинацию Зайра плюс Корки, которая великолепно как бы отыгрывается. Но именно взяли безопасность. Крещендо плюс Сустейн в лейне. То есть опять, мне кажется, планируется от Deadly Brother вот эта долгая такая игра на фарм. Очень может быть. И Сона плюс Твич, это их излюбленный бутлейн. Я имею в виду X-Gaming Gear U, соответственно, UltraWares. Вопрос только в том, что раньше Инспира на Соне постоянно протектировал для Браузера, теперь его протектировать будет Королиус. А у нас появляется Шиванна и, соответственно, Корки. Ну, с Корки мы уже знакомы, да, на нем будет играть Дис. А вот Лизард Кинг на Шиване это что-то новенькое. Джинкс, кстати, вот это, вот о чем еще, кстати, можно смотреть. Да, кстати, про Джинкс все забыли. Мы даже забыли в первой игре про Джинкс. И это Лакин. И это Лакин, это Арианна Джинкс. В принципе, посмотри, какое жесткое комбо собирают себе у UltraWares. То есть они хотят в тимфайте, то есть до этого они показали очень эффективные тимфайты, и в итоге из-за тимфайтов они выиграли. Это очередной как бы пик, ориентированный именно на тимфайты. Да, на сыгранность, на то, чтобы они показали, насколько их геймплей, их как бы работа в команде лучше, чем у соперников. Но мы смотрим, что как раз команда ТНН сконцентрировалась, видимо, на личные какие-то пики, потому что мы видим, что Хацуми для покера забирает Зигса. Это его излюбленный чемпион, но как бы пока что он не показывал себя в тимфайтах так хорошо, как хотелось бы. И как бы Дис получает Корки. Корки, видимо, у нас будет с Лулу, но пока еще неизвестно. Месс еще не определился. Возможно, это будет Лулу, возможно, Зайра. Но учитывая количество инициаций команды красных, команды UltraWares, Лулу может спасать Корки. Я думаю, будет очень часто спасать Корки. Если, так и выберут ее. Оп, а нет. Месс выбирает Зайру. Да, ну, в последний момент выбирает Зайру. И это будет Джейс. Смотри, все-таки Хацуми в этой игре решил не изменять себе. В прошлой игре он играл на Заке очень агрессивно, но все-таки чемпион... Он хотел пикнуть Джейса. Это более затанкованный, и как бы он ни старался, того урона, который хотелось бы в мид и лейтгейме, он не наносит. А вот Джейс, это как раз-таки прямо пропорционально обратно. В ранней игре его процентный урон не настолько велик. Его количество артефактов, ну, от количества артефактов очень сильно замесит его урон. И потом, ближе как раз-таки к середине игры, к поздней игре, он наносит просто разрывные количества урона. Топ-лэйн у Ультравайрес как-то все не может определиться. Они сфокусировали свои взгляды на Грагасе, на втором любимом чемпионе Мазерина, и они, кстати, его пикают. Мне кажется, Мазерин просто такой, а давай я за двоих, короче, и на топе, и на мид. Две клавиатуры? Да, две клавиатуры, да, именно. Нет, ну, на самом деле, НБС получает Грагаса, и это будет очень интересно посмотреть, как он его реализует против Джейса. То есть, знаешь, один будет толкать другого пузом, а тот его будет молотом. Отталкивать обратно такой пинг-понг будет происходить на топ-лэйне. В джангле очень агрессивная игра Лунира с его ганками постоянными против Лизард Кинга на Шиване, на чемпионе, который быстро зачищает джангл-кемпы и пытается каунтер-джанглить. В ранней игре не имея никаких таких сильных сторон в замедлении или в стане чемпиона. То есть только лишь после получения ультимейта есть небольшая диспозиция соперников, которая может помочь Шиване убивать. И что мне нравится в пике сейчас ультравайрес, это именно бутлейн. То есть Джинкс против Корки, это фактически та же самая Кейтлин, только она использует ману для увеличения своего рейджа, когда она переключается на ракетницу. Но не забывай сейчас сплэша. Вот как бы о том-то и речи, что по сути Джинкс лучше пик против Корки, чем Кейтлин. То есть Кейтлин хороша на линии, а Джинкс, помимо этого, еще отлично вписывается в сетап. Кстати, Кейтлин в этот сетап не вписалась. Посмотри, сколько здесь АОЕ вообще. Это Грагас, это Джарван, это Ариана, это Сона. И нужно было что-то АДК, которое дает как раз-таки, имеет хороший рейндж и дает какой-либо АОЕ. То есть это либо Варус с АОЕ контролем, но у него низкий рейндж по сравнению с Корки, нет эскейпов, не очень хороший вариант. Либо это Тристана, у которого, кстати, тоже есть АОЕ, есть диспозишн. И очень результате безопасный пик, потому что подошел к Дедли Брадеру как игроку. Но в итоге он решил взять Джинкс, то есть добавить дополнительный крауд-контроль в команду, добавить АОЕ. Ну да, в общем целом, то есть либо обезопасить свой лайнфад за счет, скажем так, рутов соперников своим ЕСПЛОМ, либо, наоборот, в агрессии в тимфайте, если кого-то догонять, можно остановить, зарутить и убить. То есть, знаешь, Дедли Брадер такой, а давайте, раз он у меня СОНО, я совмещу эффект Зайры с ее рутом и буду использовать, соответственно, свой ЕСПЛОМ как контроль. К этому идеально подходит Джинкс. И посмотрим, кстати, как Джинкс себя поведет, потому что мы не видели ни в одной игре в СНГ регионе именно этого Адекере. Что удивляет, и СОНО даже чаще пикают, чем Джинкс. Да, это очень удивляет. Наводнило салаку. Тем временем, тем временем, посмотри, что у нас тут происходит. Вот это обход. Это опасные действия и одной и другой команды, разных игроков этой команды. Но теперь, мне кажется, Хацуми что-то понимает, что-то подозревает. Но он видит перемещение вражеской команды, думает, что, в принципе, либо они идут. Он сейчас думает, возможно ли Лайдсвап или невозможен. Для чего, кто, куда ходил, что, что он делал. И то же самое, как бы, сейчас думает и команда Ультравайрс, потому что мне кажется, что они понимают, что кто-то их, кто-то, как говорится, следил за ними. А может и нет. Но им остается только догадываться. Тем временем, очень так показательно здесь у нас Лизард гуляет. Как по подиуму, можно сказать, да? В свете софитов таких трех. И, судя по всему, свап будет инициированный через Ультравайрс. Ну, скажем так, кто же в итоге инициирует сваплайн? Замечает их на варде. Ну, теперь, конечно же, Хацуми понимает, что сваплайн будет инициирован командой Ультравайрс. Все еще, конечно, не закончилось, но слишком поздно, мне кажется, сейчас направляться на ботлейн уже команде УВ. Потому что там, скажем так, организовались ДИС и МЕС вместе. Причем, я так подзываю, что они прибегают к тактике фриза-лайна. Тот же Грагас, да, он мог забрать Волков, бэкнуться и прийти на линию. Но он этого не сделал и, соответственно, сейчас будет проседать, скорее всего, по уровню. Знаешь, поскольку у нас был Грагас и что-то случилось, надеюсь, никаких серьезных проблем, потому что ставится у нас пауза. А я хотел сказать, что надеюсь, что покер нам покажет игру на Зигсе, да, которая выведет Зигса на действительно высокий уровень, на, скажем так, профессиональный уровень, потому что до этого мы не видели Зигса в таком исполнении, чтобы он прям поражал воображение. Хотя, знаешь, на мой взгляд, Зигс очень недооцененный персонаж. То есть с момента его выпуска он на профессиональной сцене появлялся крайне редко и крайне неудачно. Но на этой неудачной такой ноте мы вернемся обратно в игру, которая продолжилась. Рады, что разрешилось все так быстро. И посмотри, то есть как бы покер просто пушит. То есть он не дает продыху Ариане, хотя Ариана тоже неплохой. Но здесь Лизард Кинг встревает от Аллунира, подходит также НБС. Будет ли это Фернблат? Нет. Подходит Мес спасает Лизарда. Он под Игнайтом, но посмотри, здесь встречается также и Мазарин с покером. Куда смотреть, куда смотреть, что же делать. Но в итоге самое интересное будет происходить между покером и Мазарином. И все, обменявшись любезностями, настучав друг к другу по лицу, с пылами, будь то или кулаками, или там набросав ракет, разбежались. Но... Крагас левел 1 и в противостоянии сейчас Синебар, скорее всего, должен достаться ТНН. Если не подоспеет сюда Арианна, как бы... Дело не вариант, дело в том, что Аллунир может сосмайтить. Но у них шансы примерно одинаковые, я имею в виду в плане урона по смайту. Пытается НБС Хараси здесь... Смотри, какие доджи от Лизард Кинга он, то есть как бы... Он не пытается убивать его, но в то же... Вот она идет Арианна. Да, вот прошли. Именно я поэтому и говорил, подойдет Арианна, оставит Зигса фармить самого. Но Зигс как бы решил продублировать действия Арианны в итоге. Как бы эффекта не достигла команда ТНН, которого хотела. Но по времени немного заденайли как бы левел фазу НБСа. Хотя... Сами потеряли достаточно много. То есть, посмотри, как бы с одной стороны, да, они просто лишают НБСа вообще какой-либо возможности, но при этом на топ-лейне Дэдли Брадер вместе с Королюсом Хараси от Хацуми очень-очень сильно. И при этом они будут забирать эту вышку и будут стараться забрать ее раньше, чем команда ТНН. То есть команда ТНН пытается динайть НБСа, а это, как факт, оставляет вышку в безопасности. С другой стороны, Королюс и Брадер просто, ну... Какой там ТНН, они просто фокусят эту вышку, чтобы забрать как можно скорее, сделать обратный слаб и забирать вышку за вышкой. Да, ну вот видишь, что здесь происходит? Второй левел НБС, третий левел у нас ДИС, и МЕС тоже в скором времени получит, я думаю, третий уровень. На мидлайне все спокойно. Ребята, я говорю, покидали друг друга с пылы, автоатаки, и в итоге тоже разбежались. Как-то началась игра достаточно... Знаешь, агрессивно все, какие-то инвейды, какие-то планы, какие-то ворды. Агрессивно, но не all-in. Они не решили... И посмотри, где у нас находится Хацуми. А все потому, что вышка первая на топ-лей не упадет с этим паком крипов, и вряд ли что-то Хацуми с этим сможет сделать, ему придется только лишь ждать. Вот видишь, вот в чем проблема. С одной стороны, сейчас Грагас теряет, но в то же время он... Он об этом не волнуется, потому что он получит 150 золотых с этой вышки. А, например, сейчас только одумались об этом команда ТНН, и теперь запушивают Грагаса. А теперь Грагас получает опыт и фарм. То есть видишь, какая ситуация? Пока что, по мнению, команда УВ обыгрывает. В общем, когда они будут готовы снести эту вышку... Это будет 6 уровень Грагаса. И не получится его просто задать. Конечно, убить его не получится. И даже если они заберут вышку, то будет уже достаточно поздно, и НБС вернется к нужному уровню силы, с которым он должен выйти уже в соло-лайн. Ну, в итоге на мидлейне Зигдс продолжает запушивать. Он знал, где находится вражеский джанвер, поэтому мог делать с полной уверенностью, что с ним ничего не произойдет. А лунир... Ой-ой-ой, а вот здесь лунир заходит, но нет. Питер Багер так просто неуклюже пешочком уходит. Но здесь, кстати, Лизард Кинг понимает, что нужно что-то делать с этой вышкой. Посмотри, врыв на миде обратно. Обратно привезти. Там врыв на миде, ну как, почти вцепили, но в итоге, как говорится, почти не в счет, и у нас ставится опять пауза. Мы сейчас видели, перед тем, перед врывом на мидлейне, мы видели, как на ботлейне теперь схлестнулись уже два дабл-лайна. И видишь, что это означает? Это означает, что вышку не успели забрать, потеряли. Потому что в итоге, как бы, вышка в безопасности, и причем не так, что у нее осталось 5-10%, чтобы там 2-3 автоатаки, а она жива, здорова, и, в принципе, ничего ей не угрожает в ближайшее время. Вряд ли что-то сможет сделать корки, потому что его рейндж хоть и приятный, достаточно для Ады Керри, но не настолько большой, чтобы забирать эту вышку даже под фокусом Дэдли Брадера и Королиуса. Просто посмотри, что Максит Дэдли Брадер. Как я и говорил, Максит именно слава в оружии, то есть пушку, и сейчас у нее рейндж должен быть на 150 больше стандартного. Ну и, соответственно, получается, ну, где-то на сотню, по меньшей мере, больше, чем у Королиуса. А вот, Крис, посмотри, какие-то паузы ставятся подряд, не знаю, что там за проблемы. Одна за другой. Да, одна за другой проблемой, но посмотри, как бы, в какой позиции у нас сейчас находится мидлайн. Мазарин, как бы, загнан пятым уровнем под свою вышку, когда Питер Покер имеет шестой, и, в принципе, достаточно маны, чтобы сделать полный прокаст. Мазарин, в принципе, в небольшой опасности, он это понимает, поэтому он так далеко стоит. С другой стороны, Питер Покер почему-то очень пассивно отыгрывает, то есть он, как бы, не спешит загонять еще дальше под свою вышку Мазарина, или не спешит его, в принципе, стараться, ну, как бы, не спешит убивать. Ну, а вот Эдлибрадор как активно запушивает лайн. Вот он, вот он, вот на противостоянии шарика, да, и, как бы, мужичка с большим молотом. Грагас будет... Грагас будет пытаться вернуть себе то, что он потерял, потому что, посмотри, по крипфарму 26 против 17, но, как сейчас, Грагас заберет эту пачечку крипов, и он, в принципе, сравняет почти 26-23. Ничего он не потерял, хотя в ранней игре очень сильно старались динаить Дис и Мес с НБС. Зиксу сейчас нужен, обязательно нужен Синьбов, потому что он очень манозависимый чемпион, ему нужно эта мана просто, чтобы запушивать лайн, чтобы держать Ариану в напряжении, чтобы она не пошла рамить на тот же ход, топ, куда угодно. Странно видеть то, что команда Ультравайрс и вообще Дидлибрадор вместе с Коралиусом запушивают Диса вместе с Месом под их вышку, то есть при этом играя именно очень агрессивно, так неприсущим стилю игры, и, честно говоря, мне это все больше и больше начинает нравиться в этих ребятах, то есть они начинают не то, что исправлять свои ошибки, а играть более разнообразно, то есть как бы привносить что-то новое в свою игру, они более непредсказуемы. То есть вообще, да, кстати говоря, вот если говорить о стилях и чемпионах, о чемпион пуля игроков, то гораздо сложнее иметь пул стилей, чем большой пул чемпионов. Ну, слишком глубокие я тут смотрю мысли, ты высказываешь, на самом деле сейчас нужно концентрироваться на том, что шестой уровень получает Дидлибрадор, а у Корки его еще нет, Месы подавно отстает очень сильно по опыту, что в итоге заставляет их еще больше прятаться, то есть будем надеяться, что в скором времени Меса догонит, да, Меса получает пятый, но так или иначе Крещендо у Соны должно появиться раньше, а это проблема. Ну, Сона получила экспу за вышку, она получила больше, в принципе, сейчас экспириенса, чем Зайра, которая пыталась пушить 1С, вот он шестой левел, Крещендо должно быть готовым. Понимаешь, Крещендо плюс ультимейт от Дидлибрадора и эти два спыла как минимум полжизни отнимают у любого из ботлайнеров, либо у Меса, либо у Диса, и это опасно, потому что если это все таймить с Игнайтом и, например... Нет-нет-нет, я думал, что они просто сделают через Фоук, то есть достаточно... Возможно. Два 2W, два Азапа от Джинкс, неважно по-любому. И можно вылетать. Вот, смотри, вот первый... Почему-то Дис остановился на месте, непонятно что... Включается пауза. И, кстати, посмотри, как поступили Дидлибрадор и Королевс. Они заметили, что Дис остановился на месте, что он никуда не двигается под Фокусом, и они его не атаковали. То есть фейерплей в лучших традициях. Они понимают, что, видимо, дисконнект какой-то, или какая-то проблема приключилась. Да, мы видим, что дисконнект у Диса. Надеемся, что он в скором времени вернется в игру. Нету таких больших, серьезных проблем у него. Чтобы помешало им продолжить игру. Мы можем сейчас посмотреть на расположение по карте. То есть Грагас продолжает пушить топ-лейн. Он восстановился как по крипам, так и по левелу по сравнению с хатцами. Да, в принципе, там разница была не очень большая. Да, разница в итоге была небольшая, но посмотри, какая разница на бот-лейне. Вот это самое страшное, что сейчас можно наблюдать. Это преимущество Deadly Brother. То есть игрок, который основывает свою основную стратегию на фарме, он в этом преуспевает. То есть намного причем. Он присвапил лайнов еще. Да, присвапил лайнов, он преуспевает. И, посмотри, они сохранили вышку. Их бот-лейн реализовал. Вышку бот-лейн команды ТНН нет. И после этого он еще и перефармливает своих соперников. То есть весь этот динай, который пытались построить дис и мес, он не сработал. Грагас в силе, а Deadly Brother еще сильнее. Хотя закуп у них довольно похожий. Отличается он только потами. Но в копилке, я думаю, в кошельке один кошелек давит. Знаешь, один кошелек давит. И в принципе сейчас Deadly Brother может пойти через просто АД. То есть он может не идти через какие-нибудь Дораны, через Атак Спид. Хотя, кстати, Атак Спид Берсерки были бы здесь хороши. Для того, чтобы он постоянно вот так вот автоатаками харасить за счет рейнджа. То есть я думаю, что он попытается сразу уйти в урон. То есть чтобы... Скорее всего будет Лассосер. Да, да, скорее всего это будет БТ. А возможно... Хотя нет, ну... Да, да, это БТ. БТ, Ласт Виспер, возможно, Фантом Денсер где-то или Статик Шип где-то появится посередине этих двух артефактов. Но пауза затянулась. Пауза достаточно, видимо, серьезная у нас. Что-то, что-то невероятное случилось. А посмотри, что интересно на закупы топ-лейнеров. У нас капля от Джейса, такой старый-старый Джейс, потому что в последнее время очень часто на него даже, ну как бы, на каплю не обращают внимания. Она, конечно, помогает, но... Ее стало сложнее стакать. Ее стало сложнее стакать. И игра для того, чтобы вот этот Пауэр Спайк Муромана и Манамун был эффективен, он очень поздний, да, то есть... А Грагас просто идет через Доран и, в принципе, видимо, мы увидим Дабл АП. Очень давно, кстати, не видели Дабл АП. Раньше еще были Рамблы на топ-лейне, а сейчас мы видим чистых два АП керри. То есть Грагас, который на топ-лейне уже давно не играется, и, как бы, которого в танка очень редко собирают, и, соответственно, Арианна. То есть один ульт будет стягивать, другой раскидывать всех обратно по сторонам. Ну, если так уж сравнивать, то, знаешь, Грагаса чаще пикают в джангл, чем на топ-лейне. Хотя первая тоже весьма-весьма редкая. Да, весьма-весьма подозрительная. У тебя какие-то... С какого ты это рейтинга нашел? Таких Грагасов? Гранат мира. Так. Туповая стадия. Ну, начинается, начинается. Так, все забросал меня комментариями. Ладно. Меня больше смущает то, что, если сравнивать джанглеров, мы не видим никакого преимущества у Джарвана. То есть, как бы, Джарван должен был ганкать, он должен получать киллы. В то же время мы не видим огромного перефарма у Шиваны, которая должна была пользоваться этими ганками и денять джангл. То есть, ни один из двух джанглеров пока что себя не реализовал, а идет уже девятая минута. Это, мне кажется, самая долгая игра из всех, даже с вчерашнего дня, когда еще не был заработан ферзбулат. Не снесена, не вышка. Ну, хотя бы вышка одна снесена. Вышка одна снесена. Довольно быстро. Ни ФБ, ни дракона. Все, на самом деле, предрешил этот инвайд, который не обернулся ни киллами, ни бафами для противоположной команды. И, по сути, ТНН навредила сама себе этим инвейдам. То есть, они не рискнули... Да. Вот это большой отправляемый был. Кстати говоря, у них даже постояло там два ворта. У них стоял обычный ворт и финк ворт, чтобы убедиться, что точно нету, как бы, ну, вижена у противников. И все равно они не рискнули, несмотря на численные преимущества. Да, это очень странно, потому что уже ничего не смогли сделать. Ну, как бы, смайт, он не поможет в тимфайте Джарвану. Джарван мог только драться, да, как бы, комбо, автоатаки. И... Тут разница, как бы, знаешь, была, наверное, в том, что у Джарвана был красный баф, и он мог чейзить, замедлять в случае чего. А у Шивана красного бафа не было. Она сразу же пошла со своего синего на синего противника. Да, на вражеский синий. И сейчас какое-то радостное событие, такое мини-радостное событие. У нас присоединяется обратно ДИС в игру, и будем надеяться, что пауза в каком времени будет снята. Вот. Ну, а пока она не снята, можно снова порассуждать о джангле том же. Ну да, кстати, оба джанглера играют как-то... Знаешь, Шивана не реализована, но я боюсь, что вот в новом сезоне, даже не боюсь, это будет даже интересно, что в новом сезоне джангл увеличится, и любые герои, которые фармят джангл, которые быстро его защищают, они станут более... Даже Шивана, да. ...более используемыми. Но игра у нас продолжается, пауза снята, и наконец-то можем продолжить смотреть за этим увлекательным действом. Конечно, фарм хрипов надо для браузера. Ну нет, я бы на самом деле обратил внимание больше на мидлейн, потому что два синих бафа присутствуют что у Питера Покера, что у Мазарина, то есть Паук налево-направо, и возможно, кто-то ошибется, и начнется веселуха с перекидыванием бомбочек, либо катанием шаров. Ну, Питер Покер начинает фармить не только свой лейн, он идет именно на перефарм, пока что ему удается сохранять преимущество, и ганков на... Вообще, в принципе, на линии не происходит. Да. Ну вот сейчас вот он, например, замечает то, что к нему подбирался Джарван. Да, но здесь все было. Да-да-да, конечно. Сразу же понятно Джарвану, что он прошелся по варду по реакции Питера Покера. Бросок шарика в куст, в принципе, заставил Аллунира убежать и, как говорится, предпринять какое-то другое решение. Но, боже мой! Везблан пропустил, как же так? Как же так? На самом деле, Лизард Кинг просто забрал... Намит, намит, намит! Боже мой, что происходит? Здесь поймали... Ай-яй-яй, поймали, да. И, соответственно, НБС отлично, отлично, скажем, диспозиционировал соперника с помощью Клодив Каска. Ну, а там Мазарину даже не пришлось использовать ультимейт. Посмотрел, он подошел и запинал автоатаками. То есть, как бы, все достаточно просто произошло. Ну, как бы, один-один. Ребята разменялись. Команда ТНН оформила First Blood, но при этом... Так, в прошлой игре. Да, кстати, посмотри. Цепляет! Цепляет! И нету ультимейта, хотя по вардам бежит у нас Лиззи и даже... Они будут чезить. Да, не будут. Нету Вижена. Да, тут даже и не в Вижене дело догнать Шивану практически невозможно. А для этого тратить флэш и надеяться, что повторным комбо плюс Игнайт попадешь, это очень сомнительно. И, как бы, не будет рисковать какая-то команда группа Wave непосредственно Мазарин с двумя самыми рствелами. Ну, они не просто не рискуют, они решают терять время. Да, забирают они драконы, и это видно команде ТНН, то есть... Все... Пока что, смотри, карта контролируется командой ТНН, но при этом как такового контроля от них мы не чувствуем. Да, то есть варды где-то есть, а в итоге даже с вардом на мидлейне снизу умер у нас покер, он получил просто ганг стоплейна от Грагаса. Как бы находят, находят такие окна возможностей команды УВ, чтобы себе преимущество увеличить. Шеван заходил здесь на своеобразный ганг, не знаю, во вражеском лесу заблудился, но на контрганг подходит Шеван, в принципе, здесь ситуация контролируется со стороны обеих команд, а на топе Джейс уже в который раз фармит волков. Он Джейс фармит волков, то при этом как бы что интересно, что его постоянно Грагас отгоняет, то есть Грагас каким-то не знаю, мистическим образом, пузом своим пугает Джейса, и он постоянно в защитной позиции, то есть это очень странно, видя, что Джейс уже как бы не маленького уровня, то есть 9-ый и выше уже начинают достаточно неплохие скейлы у него быть процентного урона, и как бы рейндж тоже. Посмотри, какой флэш, великолепный, бикрэк, конда, по Дэдли Братеру, Дэдли Братеру, скорее всего, умрет. И Шивана запирает килл. Шивана запирает килл, причем она пролетав мимо, знаешь так, мимо пролетает, над гнездом Дэдли Братера, она задела его крылом, и в итоге поломала все. лапушатся сейчас в ботлейн, королиус они заберут, сносят вард возле синего бафа, Зигсу синий баф очень-очень нужен, но позволит ли ему его взять? Ой-ой-ой, посмотри, как Энбест и про мяч его поступил, и у него нету сейчас никакой маны, но... Нету, нету и смайта. Да, к сожалению, ничего нету, при этом вышка на ботлейне падает, то есть это был размер, можно сказать, синего бафа на вышку на ботлейне и на килл, поэтому, ну, великолепно, великолепно сыграли. Знаешь, вот теперь команда ТНН только увидела как бы диспозицию Мазарина, что Мазарин нигде-либо. Ой-ой-ой, посмотри, Питерпокер может стоять, но, посмотрите, здесь подходит как бы так же и Мес, и если Мес зарутит хорошо Алунира, здесь могут быть большие-большие проблемы у него. Нет, Алунир очень хорошо себя спозиционировал, он был заручен между двумя вышками, но вне рейнджа обеих вышек, а тем временем Чейз у нас от Хацуми по НПСу сможет ли он догнать? Игнает у него был, Мурамана была, то есть уже для урона, точнее еще Мономон, но не хватило. И Шоквейб догоняет Покера, сможет ли Покер убежать? Да, великолепно использовать механики. Флэш, флэш от Мазарина, сможет ли он убежать? Да, вышка его не убивает. У Листер Кинга скоро будет ультимейт, по идее. И опять у нас пауза, но Мазарин, вот понимаешь, Мазарин не воспользовался возможностью зафлэшиться тогда за Шиванной и заигнатить ее вместе с комбинацией Диссонанса и возможно, возможно убить. Он воспользовался именно сейчас этим, чтобы зафлэшиться под вышку и моментально сберстить Покера, получить себе этот килл. Но сейчас посмотрим, сможет ли он убежать. Да, в его руках есть замедление как бы с шарика, да, по Лизард Кингу и ускорение себя, но Лизард это все-таки Шиванна и в скором времени у него подойдет, он наберет количество рейджа, чтобы собрать ультимейт. Так что все может случиться. Здесь буквально 10-15 секунд. Сейчас мы проследим за этой гонкой и скорее всего Джейс выйдет на перехват. Джейс определенно выйдет шокбластом, но вряд ли он что-то еще большее сделает. Здесь также подходят Алунир и, да, Лизард Кингу нечего делать, но посмотри, здесь НБС может попасться, если правильно сыграть. Нет, 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 не было перепрыгивания через стенку, если бы был ближе находился Джейс, в последний момент прыжка он мог бы перелететь через стену, но к сожалению, как бы не случилось этого. А тут теперь смотри, есть ракетница и у Корки, немного другого рода, чем у Дэдли Брадера, но в принципе работает вполне неплохо, да, чтобы пропушивать лейны при необходимости и харасить своего соперника с большим рейнджом. Фактически хараса как такового нет, у Корки нету шина, которая бы позволяла хараса реализовать и рейндж совершенно не тот. Да, вообще-то и сустейн Коралиуса тоже, да, то есть вот здесь Коралиус, посмотри, кстати, он вроде не светится нигде, да, он только на ботлейне, то есть на Сони он играет предельно осторожно. О, все, он хорошо увернулся, великолепно, великолепно увернулся, но здесь то же самое делает и Коралиус, он уходит от Странглторна. В общем-то, разменялись любезностями, ребята потратили ультимейты, а в итоге эффекта ноль. О, и еще ультимейт от Дэдли Брадера, боже мой. Вот буквально, вот буквально полсекунды заминка, если бы он сразу же сделал там, он бы попал, и в льду, все, это был бы минус. Ну, скорее всего, скажем так, скорее всего, это было бы смерть. Ну, а здесь посмотри, подходит какой квадро, можно сказать, ганг на ботлейн, Лиззи выживает, Лизард Кинг, мест отфлешивается и умирает. Смотри, летит сюда ультимейт от Дикса, Дэдли Брадер, очень низкий КП, и, 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 и мы ждем, мы ждем разрешения этой ситуации. Пока что она в пользу УВ, отличный отфлеш, но под шоквейв попадает, и здесь живой Дэдли Брадер, нет, он умирает, в итоге еще и умирает, караев, даблгилл для покера, сможет ли он убить Мазарина, у него есть все возможности, у Мазарина нету шоквейва, и, Ешка, Ешка, если откатится, он может замедлиться. Нет, нет, не случается, и, походит только сейчас Хацуми, но, что он может сделать, он может себя ускорить, но нет, он просто решит подфармить еще немного крипов у Диса, и так недовольного тем, что происходит на его лайне. Да, у Диса серьезная проблема в этой игре по фарму, он стал уже на 30 крипов за 16 минут. Тем временем, Пузиком у нас тут продолжает фармить на топлении НБС, да, я посмотрю, он собирает чистый АП билд, то есть, как бы, за счет того, что он отпивается, он обеспечился небольшую защиту от, скажем, Хараса Джейса, но, за счет теперь уже бочки и сниженного КДАра, он может спокойно уходить от его ганков и при этом еще и фармить лейн с манорегеном, то есть, НБС будет у нас в итоге АП-шник команды Ультравайрс, так же, как и Мазарин. На пару они работают. Ну, у Питера Покера, в принципе, все неплохо, да. Пока что неплохо, но смотри, что у нас тут происходит. И у димейт есть, откидывают, правда, неудачно откидывает, и здесь, боже мой, шахвейд, мисс шахвейд. Да, ульта ушла в минус от Мазарина, то есть, он не использовал ее так, как хотел. А Садумка была хорошая, чуть-чуть не хватило рейнджа, чтобы затянуть обратно под этого толстого Грага с бедного несчастного Зигса. А мне кажется, что... Опа! Опять слэш! Слэш! Билд 2 ультимейта в размен и умирает от ультимейта для Днебрадера. У нас в итоге мисс инициатор и умирает. Знаешь, инициатива наказуема. Здесь даже не инициатива наказуема, но фактически место сейчас позволил вражеской команде контролировать нижнюю часть карты свободно. Да, и видно, что сейчас делает НБС. Он бесс-зонит Питера Покера от, так скажем, желаемого ими очень дракона, но... Все, все, дракон зато уже. Все, это тысяча золотых копилок команды УВ. Тем временем у нас Питер Покер как бы от безысходности вернулся на мидлейн, но посмотри, тут такая тусовочка, да, из троих выехала за ним, говорит, не-не-не, ты не продолжишь пушить. И в итоге разбредаются по своим лайнам, а смотри, что у нас творит Диз, неизвестно, что он творит, но, видимо, да, он, наверное, думал, что... Он попытается сейчас зафризить лайн, чтобы восстановиться просто по лару. Он не фризит, он отпушивает лайн, он пытается как раз-таки отпушить этот пак крипов и в итоге быстренько бэкнуться на базу за закупом, потому что он сильно-сильно отстает Терпокер не стесняется использовать свой единственный эскейп, чтобы так можно быстрее добраться до крипов. не единственный, посмотри на его саммонисты лы, все там в порядке, то есть он не боится пока что, в ближайшее время ничего. Но, посмотри, тут у нас какие-то вот хитрые планы. Первый раз вижу Делли Бразора, строящего хитрые планы какие-то, но он как бы показывает, что он приходит... Мне вообще непривычно видеть Делли Бразора на джинс. Слишком агрессивно что-то тут не то. Приходит Лизард Кинг, он пытается отзонить ребят, но он понимает, что здесь четверо, а он пытается отзонить один. Сдает Хацуми, Хацуми тоже подходит, но что? 4 на 4 на мидлайне. Могут ли ребята что-то сотворить здесь? Просто видно их на варде, как все эти подходы и так далее. Коралиус здесь может сделать флэш ульт, который у него уже откатится и то, и другое. Очень много Хараса. Посмотри, Мазерин, НБС, Коралиус и собственно Деливератор на Джинкс. Все чемпионы могут Харасить, могут пушить вышки за счет Хараса чемпионов, которые под ними находятся. Лишь Питер Покер, конечно Зигс, знаешь, это действительно кромешный ад, когда кто-то пытается пропушить Зигса и задайвить, потому что его очень сложно вообще запушить. Вот эти бомбочки позволяют практически целый крипвейп заденавить. Сейчас будет сюрприз. Сейчас будет сюрприз пати в исполнении НБС. Великолепно! Крещено промахивается, Катаклизм тоже. Боже мой, что творится? НБС тоже не попадает. В итоге Дис с Покером Чейз от НБС, но ничего не получается. Деливератор подходит великолепный как бы такой сейв своего топ-лейнера и в итоге НБС забирает килл еще и на корке, на Дисе. Чейз от Шивана, посмотрите. Чейз от Шивана и Лизни выживает. Он скорее всего не выживет, потому что здесь просто еще один шарик и это килл, это в итоге ужасный размен четыре в одного и хоть сколько ультимейтов называется «Промахивайся», команда УВ все равно разыграла в плюс. Они промахнулись тремя ультимейтами на полном серьезе. То есть ультимейт НБС спас в итоге Джейза от Катаклизма Джарвана и от Крещендосона и все равно они выиграли этот тимфайт. Ну, очень хорошо себя спастинировал Deadly Brother. Он дал ультимейт, получил с этого прок пассивки и сразу же себя репозиционировал таким образом, чтобы нанести необходимый дэмэдж. По тому же Хворки, по тому же Питеру Покеру. В общем, это действительно очень здорово. в общем-то, с первой региональной чемпионата мы видим, насколько выросла команда Ультравайрс. Хоть они и были очень хороши, но, честно говоря, сейчас они еще больше поражают. То есть даже отдавая иногда ключевые сплы в никуда, они все равно позиционированием разыгрывают великолепно. Да, то есть и выбирают правильных героев в нужной комбинации в нужное противостояние. Мне кажется, команда ТНН немного так обескуражена тем, что творит Ультравайрс. Ну что ж, мы видим, как постепенно ребята запушивают, останавливается по ХП, останавливается по фарму. Посмотри, кстати, на фарм. Мидлайнеры не уступают друг другу и очень часто Мазерин опережает своих соперников, да, и большинство своих соперников по мидлайну, а здесь Питер Покер даже в ситуации, когда его команда немного проигрывает и как бы проигрывает симфайт, он в принципе держится на уровне, то есть это показывает как бы навык игрока, при этом, конечно, обратим внимание на Дедли Брадера, да, то есть Дедли Брадер против Дис, а тут, конечно же, преимущество в 50 крипов, велик, это, это огромное преимущество. Сейчас Грагас будет фушить топ-лейн, Хацуми, скорее всего, имеет немного времени, чтобы соединиться со своей командой и таким образом предотвратить дайв на мидлайне, вопрос в том, что они за счет этого выиграют, поскольку, посмотри, где находятся Джинкс, то есть дайва на мидлайне не будет, Хацуми просто, ну, понял, что он потеряет время и в итоге остался и стоит на месте, ждет, пока подойдет к реплейнам. Ситуация такая, что ребята пушат по всем направлениям, то есть команда Ультравайрс понимает, что у них паука хватает у каждого чемпиона, им не обязательно даже концентрироваться на одной вышке, они могут вполне спокойно себе пушить все вышки одновременно. Сейчас что-то будет на ботсе. Да, что-то у нас тут происходит очень интересно. И в итоге Граги Брадот почти заметил, это отличный флеш. Боже мой, Мес, кстати, замедлил. Просто от всего. Да, от всего, и от Рута, и от Цветков, и от, соответственно, фактически после флеша, то есть смотри, что делает Диз, здесь пытается каким-то образом нахарасить для Брадора, снять ему армора, но кто кого еще харасит, если сейчас полетит ультимейт в Диза, то хватит, я не знаю, одного Игнайта, чтобы его убить, что ли. У нас, значит, Ботлейн, накаляются страсти на Ботлейн, и подходит у нас Алунир, будет ли катаклизм, это на Лизе или на Диза, вполне, вполне возможно, нет, Алунир не решается. Но, посмотри, отличная Крещенда на Лизе, не успевает даже повязать форму дракона, Мазарин подходит сзади, будет шок вейв, флешится Диз, великолепный мув, но здесь вряд ли Мазарин выживет, в итоге выживает Диз, умирает Мазарин, хороший размен для команды ТНН, Коралиус получает огромный харас, вот он ультимейт, и Алунир флешит ультимейт, а здесь Дед Леврадо пытается под вышкой забрать с упорта, Мес умирает, но сможет ли он убежать? Да, он убегает от последнего броска Питера Покера, Ману нет почти, но Коралиус может использовать накопившуюся ману на эскейпе, да, да, это просто будет ускорение всех трех героев, и ничего не случится, опять, вроде бы, вроде бы, убили Мазарина, он промахнулся ультимейтом, отлично его сдоджил Диз, то есть Мазарин был бесполезен, и все равно Дед Лебрадо нашел вот это окошко, чтобы войти, получить дополнительный килл, в отличие от прошлой игры, Хасуми фактически в этой игре никак не ранят, смотри, что здесь творится, в итоге Питер Покер что-то подозревал, и сможет ли нанести, нет, не наносит достаточно урон, но Дракон в итоге опять в пользу команды Ультра Вайерс, ну, пока что они показывают просто чуть-чуть выше уровень игры, то есть они чуть-чуть лучше тактические решения принимают, хорошее позиционирование, более, скажем такое, стабильное, чем у ТНН, нельзя, конечно, занижать достоинства команды ТНН, они очень хорошо держатся, держатся против команды, которая выступала на чемпионате мира, да, и я думаю, что это не последнее упоминание о команде ТНН, но пока что, пока что они проигрывают, и как бы счет 1-0 уже по матчам в пользу, по играм в пользу команды Ультра Вайерс, это может быть решающая игра этого противостояния, Best of 3. И шоквейв по Питеру Покеру, это будет сверх, флэшит Мазарина, и смотри, отталкивает Драконом, Мазарина, здесь его пытаются честь, и сможет не спасти его Сона, Королевус подходит, да, это будет разворот вообще, в итоге получает огромное количество урона, но здесь Флэш, 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 Каролевус в диспозиции, Каролевус умрет 100%, но здесь подходит, Алунир, что он, сможет ли он что-нибудь сотворить, Мазарин, разворачивается, он не боится, хотя у него лоу-хп, Лизард Кинг убирает, он слаживается Хацуми от катаклизма, и, и, и что-нибудь еще хотелось бы увидеть, но нет. Пожалуйста, посмотри просто на ботлайн, потому что все это время Дэдли Бразор. Смотри, мы смотрим за Титом, который бежит защищать вышку, и в итоге он меняет свое направление, а Дэдли Бразор спокойненько продолжает свое грязное дело, то есть, как, вот он действительно, Дэдли Бразор, это такой, знаешь, ниндзя, хотя он виден всегда, и вышки, да, да, ниндзя Бразор, он, соответственно, и виден вышки, и виден Крипан, то есть, он виден, соответственно, на команде ТНН, но все равно на него никто не обращает внимания. Если просто никто не хочет сосвязываться на самом деле, потому что он один на один убивает любого. Так, кстати, посмотри на его сборку, вот именно о том, о чем я говорил, Бладторстер, где-то посередине вошел ПД или статик Шип, и, соответственно, вот он, Ласт Виспер, третьим айтемом. Боже мой, Дэдли Бразор сейчас будет, не знаю, карать всех на лево и направо, он с Королиусом будет карать всех на двоих. Там и Риана тоже, ничего так, у нее нет ничего не за щитом, но ее не могут все равно сборствовать и убить. Ну, знаешь, не забывай, фулл дэмэдж, то есть фулл АП, это то, что дает Ариане огромный щит, то есть, посмотри, на 500 практически жизни щит делает Мазарин, то есть, ну, этим все сказано. Плюс еще синий пот, который на 10% КДР, и того сейчас у Ариана без синего бафа 30% КДР, ну, 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 много лифтов есть. А вообще-то, я думаю, 34, если быть точным, 15 плюс 15 плюс 4. Вообще так-то 40, учитывая, что синий баф. В общем-то, да, Мазарину все равно, он раскидывает сплы налево-направо, у нее бесконечная манна, и команда Ультравайр с четкой такой походкой идет к победе, мы, по крайней мере, действительно сейчас, о, Хацуми получает ультимейт и харас, и посмотри, вроде бы ультимейт использован не в тимфайте, практически бесполезно, но с таким ХП Хацуми не пойдет в агрессию. То есть, даже если бы команда Ультравайр продолжали сидеть под этой вышкой, то это не позволило бы их, ну, Хацуми нанести огромный урон. Все, что он сможет сделать, это на рейнджейт кидать шок-бласты. Ну, а здесь, здесь, конечно же, происходят ужасные вещи для команды ТНН. Они не подозревали, как говорится, но это случилось. И что она не гадана, и как позиционировали. И, ой-ой-ой, какое позиционирование. Кораллиус заходит в тыл врага, и это, кричитно, по одному десу, и, скорее всего, это будет смерть, сейчас будет шок-вейв, да, даже шок-вейв не понадобилось, когда кидать моталунира, закрывают они битера покера, он в диспозиции Дельбратор может умереть. Да, Дельбратор умирает, и здесь, посмотри, комбинация миссу тиммейта, но бодислем НБС наносит невероятный урон, и выживают в итоге топ-лейнер и джанглер, которые сейчас никаким образом не смогут защитить эту вышку. Хацуми слишком слаб, чтобы влетать в пятерых и раскидывать всех налево-направо, а Дракон, в принципе, никаким образом не повлияет. И посмотри, Дизард Кинг его вынуждают использовать в тиммейте, просто вынуждают. Еще и Алунир пытается догнать. Дизона значит, миллионы урона ИИС. Хацуми не выживает, с руки, НБС, с руки просто в лицо толкает Джарвана и убивает. Ну, это, конечно, полный разнос, счет 8-18, падают вышки одна за другой, и посмотри, что творится. То есть, это... Корки на хом-гвардах летит, попробует собрать. Да, Корки летит на хом-гвардах, чтобы обратно убежать к себе под вышку, потому что это будет первый ингибитор. И опять, смотри, тенденция форс-барона, то есть, как бы, или Ниндзя-барона, или форс-барона от команды Ультра Вайерс, и после этого сразу же ингибитор открытый. То есть, они просто не теряют время даром. Да, да. Они взяли оборону, у них есть преимущество, резкий врыв, и все. И пока что мы видим, кстати, одну из показательных игр СНГ региона, 8-18, в общем, 26 киллов за 29 минут, в принципе, практически близок к показателю 1 килл в минуту, а учитывая, что до 9-ой минуты не было киллов, или до 10-ой даже, то это вполне шикарный показатель, и посмотри, просто форс-флеша, и при этом не реагирует никаким образом команда ТНН, хотя Мазарин здесь был один, но никто не знал, что он был один. То есть, если они подозревали, что если он приблизит Корки, он получит сразу кучу контроля в лицо и умрет. Поэтому Корки не дернулся, хотя они могли закрыть Мес, вместе с Корки закрыть Мазарина в этом, в этом кусте. Вообще, кстати, и из... Подожди, подожди, подожди. О, боже мой, кто-либо в Каск ловит так же? И посмотрим, Тимат летит, не успевает ничего сделать так же, Игнает на Хацуми, и автоатака для Брадеров. Это 8-20, это 1-7 по вышкам. Это вопрос времени, когда закончится эта игра. это второй инъебитор, я хотел сказать, или закончится сейчас игра, если команда Ультравайрс еще и немного понагляет. Потому что покер на самом деле сейчас в большой опасности. Если умирает он, заканчивается игра. А Лунер влетает, но его откидывает. Да, посмотри, какой урон наносит просто бочечка НБС. Это топ-лейнер, который имеет сейчас такое же количество АП почти, как и Ариан. Нет, у Ариана, конечно, чуток поболее. Ариана с Личбэйном. Ариана уже с Личбэйном, знаешь, еще не хватает на шортут, и Ариана с автоатак будет всех убивать. Два инъебитора открытых, и суперкрипы пушатся с мидлейна. Идеальное время забирать с Нексус. Крещенто по Питеру Покеру. Будет ли это смерть маленького Зигса? Нет, здесь подходит Диск, пытается отзонить Кораллиуса, но кто отзонит Арианну, у которой почти фулл слот? Ой-ой-ой, ультимейт отличный от Зигса, но влетает Шиванна, пытается отзонить Алунира от своей команды, да, она его отгоняет, но при этом поскорить, что будет реинициация ультимейт от Дэдли Братера, плюс Шрак Вейт, плюс Капаклизм. Даблкил, потом еще Аторианы. Это эйс, это победа команды Ультра Вайерс. Великолепно отыграли они. Что они творят? Нет, команда мирового уровня пришла и показала, что такое мировой уровень. Они победили счет 2-0, 9-25, преимущество в 20 тысяч, амплодировать, но как же так. Что ж, поздравляем команду Ультра Вайерс с победой на гранд-финале Капаке 2013. Они великолепную группу продемонстрировали. И я думаю, что нам стоит их ждать на ЛСС. да, да, это такая заявочка, они показывают, ну, на голову выше игру. Просто 2-0. Как и обещал, как завещал дядюшка Алунир. Друзья, настал тот момент, когда мы готовы назвать имя второго героя гранд-финала Тех Лавс Кап 2013. Команда Ультра Вирес чемпионы в дисциплине Лига Флэджетт. Мы приступаем к церемонии награждения. Второе место. Приз размером в 10 тысяч долларов получает команда ТЯН не нужны. Ваши бурные аплодисменты. Поздравляем вас. Поздравляем вас с этим немаленьким выигрышем. Ждем вас в следующем сезоне Тех Лавс Кап. Давайте же, ребята, покажите, как вы рады. Спасибо за игру. И первое место.